Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Наталья, и сегодня мы поговорим о розах. Поговорим о том, как помочь нашим красавицам в этот сложный для них период, когда они отсветают, когда мы им делаем очень серьёзную обрезку, и им надо будет набирать силы, наращивать куст и затем, так сказать, выдавать бутоны, которые подарят нам красивое цветение этих роз. Для того, чтобы обезопасить наши розы в этот период от нежданных гостей, а сами понимаете, что болезни и вредители не дремят, я вот снимала для вас ролики и посмотрела. Где-то листочек объеден, где-то паутинка начинает появляться. И чтобы не допустить вот этих нежданных гостей к нашим розам, нужно провести профилактические обработки от вредителей и болезней. И вот об этом я сегодня хочу с вами поговорить. Провела анализ, какие работы я проводила в этом направлении в своём саду и приняла такое решение. Вот чтобы не допустить появления и распространения трипсов в своём саду, а мне многие пишут, что делать, одолели трипсы. И в прошлом году я сама испытывала трудности в борьбе с этими мелкими насекомыми. Вот. Я решила сделать профилактическую обработку вертимектом. У меня трипсов, слава богу, в этом году нет. Но всё же, чтобы и не допустить ни малейшего, так сказать, малейшей возможности их появления, я сделаю вот такую обработку. Я возьму вертимект 25 мл на 10 литров воды, добавлю немного вицита и обработаю свои розы этим препаратом, вот этим замечательным опрыскивателем Гринвокс. Вы задавали мне вопросы, какой у вас опрыскиватель. Вот у меня такой опрыскиватель Гринвокс, он на 7 литров, но я заливаю в него 10. В общем-то, замечательный опрыскиватель, лёгенький, удобный, я бы сказала, женский опрыскиватель. Не надо никого простить, я вот его заливаю на плечи и вперёд. Это не реклама, сразу хочу вам сказать. Я просто хочу облегчить вам жизнь. И если у вас есть такая возможность, приобретите. Я думаю, что не пожалеете. Вот я сделала подарок своей сестре на день рождения, и она, конечно, просто в восторге. Вот жизнь с этим опрыскивателем, она настолько становится легче. Мощный, интенсивный, мелко-мелкодисперсный. Единственное, что мне кажется, хотя некоторые пишут, что он больше расходует препарата. Но зато и опрыскивает более тщательно и более, так сказать, эффективно. Ну и вернёмся к теме. Значит, 25 мл вертимекта, немного вицита, и обрабатываем тщательно наши розы от вредителей снизу вверх по кусту. Сразу хочу вас предупредить. В инструкции вертимекта написано, что этот препарат желательно не, так сказать, поливать на землю. Понятно, что будете опрыскивать, что-то будет капать, но ни в коем случае ни под кустом не проливайте землю этим препаратом, потому что этот препарат не предназначен для этой цели и наносит вред нашей почве. Старайтесь опрыскивать снизу вверх, так сказать, куст розы, желательно не попадая на цветы, но если и попадёт немножечко страшного, ничего нет. Вот такую обработку от вредителей буду делать я. Вот. Пройдёт 2-3 дня, и я сделаю обработку от болезни. Я объединила две эти темы в один ролик, чтобы не заниматься ваше время. Значит, какую обработку от болезни сделаю я? Я возьму строби. Я немножечко превышаю, так сказать, препарат по инструкции. Я беру 7 грамм строби на 10 литров воды, добавлю 20 миллилитров мегафола, чуть-чуть прилипать или вицит, и через 2-3 дня, в зависимости от того, как у меня будет время, проведу профилактическую обработку от болезни. Вы знаете, легче предупредить болезнь, чем потом бороться с ней, когда уже будет поздно. Поэтому давайте подумаем о наших растениях заранее и сделаем профилактическую обработку. Если у вас нет этих препаратов, это совершенно не обязательно, чтобы у вас были именно такие препараты. Вы возьмите те препараты, которые у вас и есть. А самое главное, помните, болезни и вредители не дремят, не дремите и вы. Сделайте заранее, обработайте и, так сказать, живите спокойно, что ваше растение обезопасили вы от этих напастей. Если вдруг у кого-то сильно заболели розы, ну, пятнистости появились или какие-то ещё болезни, я делаю вот такую обработку. Беру 10 грамм фундазола, 20 грамм привикура, растворяю в 10 литрах воды, тщательно размешиваю и подливаю где-то по 3 с небольшим литра вот этого раствора под каждый больной куст. Если это лечение, вот которое мы с вами проведём, вдруг не окажет должного эффекта, но вообще-то это очень мощное, сильное лечение, то тогда я ещё сверху развожу ридамилголд и через несколько дней провожу дополнительное опрыскивание. Я думаю, что такой метод воздействия на больные растения обязательно им поможет и вылечит их от ненужных, так сказать, заболеваний. Розы наши с вами продолжают цвести. Некоторые уже цвели полностью, я их обрезала. Некоторыми мы по-прежнему наслаждаемся красотой, но работы в саду надо проводить. Давайте не будем медлить. Сделаем обработки от болезней и вредителей и будем жить спокойно. С вами была Наталья. Всего вам самого доброго. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok